Инвазия Делле говорили, что у нее что-то не в порядке с головой. В крошечном, визгливом классе только она одна выпадала из контекста, как будто оказалась среди непостижимых, чуждых рас. Похоже, ей надо научиться улыбаться, когда она несчастна, перестать смеяться, говорить громко, никогда не разговаривать с незнакомцами, делить вину за действия незнакомцев, признать, что незнакомцы установили законы страны, что в законах страны вещи ценятся больше жизни, что жизнь кончается, если незнакомец так решил быть там, где ее можно найти, чувствовать одно, а делать другое, как можно загнать столько противоречий в один череп. Она задавала вопросы и провоцировала гнев, куда более свирепый, чем вызванный драками или тупостью. Миссис Рокост учила религии любви и угрожала поразить глаза Дреллы ручкой, которой постукивала то по одному зрачку, то по другому. В классе все смеялись как один, считая, что все идет как надо. Их глаза были окнами в непоследовательность. Рокост выставила ее в холодный двор, где Дрелла испытывала облегчение и покой. Опустилась ночь и снег, вопящие дети давно уже как ушли, и Дрелла чувствовала себя блаженно забытой. Луна мутным пятном желтела на облаках, но миссис Рокост вылетела из здания школы, шумно заперла дверь и, схватив Дреллу за руку, потащила по отгородившемуся ставнями городу, вниз по ступеням и переулкам под фонарями, оплетенными светлячками снежинок, пока они не добрались до лавки с большими окнами, освещенные как магазины на рождественской открытке. Один удар в дверь, и их впустили. Лавка оказалась то ли сапожной, то ли слесарной, и владелец, раз во щеки мужчина, подмигнул Дрелле и предложил погреть руки у огня. Миссис Рокост положила сумку на столик, пока Дрелла шла под низким потолком комнатушки. Владелец схватил Дреллу за лицо, и крик размазался по его ладони. Толкнув ее на стол, он бил ее молотком, пока она покорно не замерла. Потом они с миссис Рокост закрепили ее на столешнице. Миссис Рокост села в угол вязать, пока широкое сверло бурило дырку в черепе Дреллы, и владелец вытаскивал содержимое. Мозг хлынул в желоб, как свернувшееся молоко, пока спицы стучали и скрипели, над раскрытой головой девочки разместились железный бочонок и трубка подачи. Сотни блестящих черных пауков хлынули по трубке и заполнили пустоту черепа. Некоторые из них сбежали. Они носились по столу, пока рану не запечатали. В школе теперь было не о чем говорить. У каждого в черепе весело копошился ком пауков, затягивая стенки непреодолимой паутиной. За лицом Дреллы пряталась мутная пурга маленьких сознаний, без воображения и суждений. Внутренние противоречия стали невозможны. Голова как будто пузырилась, но от этого хотелось вопить вместе со всем классом. Однажды носом пошла кровь и вымыла пару пауков. Дрелла не обратила внимания.